Ведь когда-то она была выдающейся российской теннисисткой. Вспоминаем ее путь и говорим о семье с певцом. Во спортивной карьере Анны было много важных моментов. Например, она в 1999 году играла в парном состоянии с Мартиной Хингис и победила в финале открытого чемпионата Австралии. В 2000 году звезда ворвалась в топ-10 одиночниц по всему миру и заняла в списке четвертую строчку. В 2001 году Анна не смогла качественно отыграть сезон из-за перелома левой стопы. Ей пришлось делать операцию. Позже травма дала о себе знать. Например, Курникова не смогла выйти на корт с Марией Шараповой из-за приводящей мышцы. Из-за повреждений с 2003 года Анна стала все реже участвовать в соревнованиях. Однако, из последних было в 2010 году в Уимблдоне. В 2001 году Анна впервые увидела Энрике Иглесиаса, когда снялась в его клипе. Иглесиас вел себя грубо с Анной и не хотел ее целовать. Однако, после совместной работы между ними завязались отношения. Много лет публика не понимала, женат и влюбленные или нет. Энрике неоднократно намекал на брак с Анной. Однако, никакого подтверждения этого не было. В 2017 году у пары появились двое детей. Двойняшки, мальчик и девочка. А в 2020 году теннисистка родила еще и малышку Марию. В том же году Анна поменяла в соцсетях фамилию на Иглесиас. И фанаты поняли, что Курникова теперь замужем за артистом. Неоднократно появлялись слухи о расставании парочки. Например, в 2022 году в соцсети выплыло видео, как Энрике страстно целуется со своей поклонницей на концерте. Говорили, что после этого в семье произошел скандал. Однако, о разводе пока новостей не было.